В этом видео нам предстоит стать вампирами и сразить целую армию охотников. Сможем ли мы это сделать и что из этого выйдет? Давайте проверим, ну а мы начинаем! Господи, Фласка, наконец-таки мы нашли деревню! О да, ща мы её грабанем! Чур мой дом первый мой дом мой! Чё там? Нифига себе картошка! Подожди, здесь какие-то странные дяденьки. Охотник на вампиров? Я шарю, я шарю, я шарю. Короче, я так понимаю, рандомно какие-то деревни заселяют те или иные люди, люди, либо вампиры, либо охотники. Мы походу в деревне вампиров. Ой, охотников. Ну да, походу. О, подожди. Фу, простолюдин, уходи из нашей деревни. Эта деревня принадлежит охотникам. Она под защитой Винса, сына Луи. Чё за Луи? Я не знаю, а чё за Винс? А чё за Винс, чё за Луи? Он у меня странный, блин. Может быть, я ему лопатой по башке? Да, подожди, не надо. А если их здесь... Посмотри, их много, они все на нас нападут. Погоди, ты уверен? Можешь протестим? Давай не будем тестировать. Подожди. Блин, охотники на вампиров, это же очень круто. Может, тоже станем охотниками на вампиров? Охотник? Слушай, прикольно. Мы уже с тобой были вампирами, поэтому да, давай станем охотниками. Мне нравится. Да, надеюсь, у нас все получится. Так, подожди, а где этого Винса, сына Луи, найти? Погоди, по логике, если у них какой-то там главный Винс, сын какого-то там Луи, то нам нужно просто узнать у дядьки, где находится этот Винс. Может, он подскажет нам дядя? Здравствуйте. Вам простым смертным нужен наш глава? Он находится в доме на главной площади, но если он вас прогонит, пеняйте на себя. Чего? Слушай, скрич, а может, не будем становиться этими охотниками? Что-то какие-то они высокомерные, а? Они высокомерные и еще и злые. Может, они боятся, что мы, это, вампиры под прикрытием какие-то? А, кстати, да, они же никак не могут понять, кто мы, мы же можем в этой маскировке быть. Точняк. Так, ладно, давай, в центре деревни находится Винс, сын Луи, и надо попытать свое счастье и стать охотниками на вампиров. Ладно, я только за. Главное, это главное здание, как я понимаю, оно просто самое большое. Ну да, и тут видно, что Винс какой-то стоит, сын Луи. Смотри, как бока-то выглядит. А что он такой, это, такой, типа старый? Я думала, если он чей-то сын, то он моложе. Не, не, не знаю. Ладно, давай с ним поговорим и предложим ему свою помощь. Здравствуйте. День добрый, чем могу помочь? Мы хотим стать охотниками на вампиров. Я правильно понимаю, вы хотите стать одними из нас? Да, верно. Позвольте узнать, какое у вас происхождение? Слушай, скрич, а что нам ответить? Мы обычные игроки, либо мы дети Одина, буквально смерти? Кого? Дети Одина? Мне кажется, он поймет, что мы врём. Давай тогда выберем, ну что, скажем правду, что мы обычные игроки. Ну да, правильно, так нужно и сделать. Так, мы обычные игроки. Ха-ха-ха, и на что вы надеетесь? Зачем мне, сыну Луи, помогать каким-то простолюдинам? Разве имеет значение, какого вам происхождения, если мы хотим помочь вам в борьбе с вампирами и стать охотниками? Конечно имеет. Если мы будем брать всех подряд в ряды охотников, то нас перестанут уважать. Стража, взять этих простолюдинов. За что? Офигеть! Зачем у нас на корне, скричи? А что их так много? Скричи, давай отбивайся от них. Валим, 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 валим отсюда, подожди, что они такие буйные-то? Бежим по каретину, дастся сагрить. Да зачем ты ему стукнул, фласка, господи? Он первый начал. Ты придурочный, ты меня всё попьёшь, у меня одно хп. Одно хп у меня есть, если что, печёная картошка. Что-то эти охотники на вампиров нас как-то не особо приняли. Я не понял, а за что они на нас напали? Просто за то, что мы, типа, обычные, а не какие-то там сыны Луи и т.д. Так, фласка, и что будем делать? Нам, походу, не стать никогда охотниками на вампиров. В смысле никогда не стать? Станем мы этими охотниками. Хотя, знаешь, я не хочу становиться такими же, какие они, злюки. И постоянно на всех... Ты что делаешь? Это что за проклятая земля? Я такого не видел раньше. Слушай, погоди, проклятая земля находится обычно там, где обитают вампиры. Может быть, где-то тут рядом есть вампиры? Да-да-давай, тогда быстрее отсюда свалим, потому что я не хочу с ними пересечься. Слушай, я как бы тоже не хочу, но смотри, с одной стороны странно, почему это охотники-злюки? Обычно-обычно, либо те, либо те злюки. Если охотники-злюки, то, может быть, вампиры-не-злюки? Может быть, мы подадимся к вампирам, а? А если и те, и те злюки? Так, слушай. Ну, можно, в принципе, отомстить охотника, потому что они нас прогнали, стать вампирами и победить их. Да, у меня есть это... топор, я разберусь с ними. У меня тоже есть топор и кирка... Я, конечно, вампира вижу. Вампирчики! Ну, подожди, флоско, будь осторожна! Будь осторожна, они могут на нас напасть. Нормально, смотри, у них ники зеленые, значит, они не нападут, по идее. Си, Лин, Лео и Дмитрий. Димон, туруруруруру. Ладно, погодите, Лео, я так понимаю, вы здесь главный, просто вы самый красивый мальчик на районе. Человек? Привет! Почему ты не напал на нас? Мы думали, все вампиры только и думают, как бы выпить чью-то кровь. С одной стороны, это так, но вампиры бывают разными. Я, к примеру, бью только кровь животных, поэтому я не собираюсь вас кусать. А что ты тут делаешь? Я высматриваю этого Винса, или как его там? Короче, самого главного охотника в этой деревне. Понимаете, я был обычным человеком, но когда к власти в нашей деревне пришел Винс, он выпер меня пинками из деревни. Ну а за пределами на меня напали дикие вампиры. Это все из-за этого Винса, я должен ему отомстить. Винс? Нас он тоже выгнал из деревни, когда узнал, что мы обычные люди. Вас тоже выгнали из деревни, это не дело. Мы должны с вами задать этому Винцу и выгнать его за пределы деревни. Давайте так, я найду людей, а вы займетесь припасами и вооружением. С вооружением вам поможет Дмитрий. Хорошо, мы только за. Так, погоди, это что это? Мы сейчас с тобой подписались на что-то прикольное, мне нравится. Смотри, подожди, подожди, вон там вот в деревне, вот и вот, нас прогнали. Мы по-любому должны им отомстить. И в этом мы поможем вампирам, потому что у них та же самая цель. Не, ну знаешь, в отличие вот от этих охотников, вампиры с нами хотя бы общаются нормально и даже не кусают. А это походу вампир-вегетарианец, потому что он только животных ест. Вегетарианец? Красавчик. Так, ладненько, давай с тобой поговорим с Дмитрием, потому что именно к нему нас и отправили за каким-то там... Димон! Ой, извините. Пойдем пообщаемся с Димоном. Привет-привет, я мастер на все руки, могу смастерить любое снаряжение. Помогите достать парочку ресурсов, из которых я подготовлю снаряжение для наших вампиров. Хорошо, а что нужно? Мне нужно 5 красной шерсти на плаще для вампиров, 5 железных слитков на оружии и пузырек опыта для повышения их уровня. Мы все добудем. Окей, ушки скречи, мы подписались с тобой на добычу красной шерсти, железных слитков и пузырька опыта. Ты почему сразу сказал, что мы все принесем? Где ты собираешься вообще брать пузырек опыта? В смысле где? Смотри, вот эти вот башни, вот этих вот разорителей или каких там, разбойников. Там есть пузырек опыта, например. Да ты, подожди, так, а что тут написано? Под деревней есть шахта, где-то там притаились дикие вампиры. Погоди, под деревней? То есть нам нужно прокраситься в деревню, найти вход в пещеру, там мы найдем каких-то диких вампиров. Слушай, если вампиры дикие, а как мы с ними сражаться будем? Они же нас покусают и все. Погоди, если они дикие, может быть оружие какое-нибудь, может топор? Та топором? Ну, у него, кстати, у него 7 урона. В смысле, серьезно? Неплохо. Это круче, это как алмазный меч. Я тебе и говорю, все, топор у нас есть, этого нам с тобой хватит. Давай пойдем искать пещеру под деревней. Да, интересно, а что там будут за дикие вампиры? Ну и где эти дикие вампиры, о которых нам говорили? Помоги мне. Помоги, тут паук, тут паук. О, господи, где дикие вампиры, Власк? Ты видишь хоть одного? Да погоди, где-то здесь, значит, должны они быть. Не паникуй, сейчас все найдем. Так, есть тут какие-то залежи. А, здесь что? Здесь у нас, здесь у нас тупики. Опять спавнер этих вампиров, господи, пауков. Значит, наверное, вот тут. Господи, толстопопая Фласка. Это толстопопая свинь, я картошки сейчас убью. На, пошуй. И, может, паучьим глазиком закусить. Так, ладненько. О, подожди, я что-то вижу, там сундук какой-то. Ну-ка, что там за сундук, что там за сундук, что там сундук? Да не вталкивай меня в паутину, блин. Сейчас я помогу тебе выбрать, Опачки. Я никого не вижу, никаких диких вампиров там нету. Никого? Да, погоди. Я вижу группу. Тихо, Фласка, Фласка, осторожно. Они вызвали этих, этих, они хилятся. Хил, бей их, бей их. Бью, 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 бью. Фласка. Слепота. Спиной не подворачивайся. Да, я хотел тебе сказать, не позволь им укусить тебя в спину, иначе будет капец. Жестно, мне слепота, я кажется, все теряю, зрение минус 10. У меня тоже слепота, подожди. А, она всего на 5 секунд. Это все из-за летучих мышей вот этих. Так, ладненько, да, попади, Фласка, о. Да подожди, да нам-то куда, кровь? Мы-то с тобой не вампиры. Мы можем отдать своим. О, балдежненько, подожди, здесь еще какой-то сундук. Плащ. Плащ ядовит для не вампиров, искатель сердец, пузырек опыта здесь. Это все мы забираем. А что там нужно принести? Погоди, тут нужно принести. Как раз-таки пузырек опыта, красную шерсть и железный спид. Короче, нам нужно железо. А пузырек опыта тут только один. Давай устроим бой. Да какой бой, Фласка? Нет, мы еще найдем с тобой один. Да в смысле, а гроб забрать? Нам что, ничего не надо? Пригодится, давай забираем, забираем, забираем. Лишь бы все позабирать, господи, вот Фласочка. О, смотри, какой плащ прикольный. Да не надевай, он ядовитый для тебя, ты зеленеешь. А выглядит прикольно, красиво. Да, вот если будешь вампиром, будешь носить. Снимай быстрее, все, пошли. Все, балдежненько, теперь добываем железо. По 5 кусочков надо на каждого? По 5, значит в общей сумме 10 железа нам с тобой надо. Офигеть, но здесь всего 5. О, нет, больше. Ну, 6, знаешь, тоже неплохо. Так, дай-ка это буду уголечек, ибо он так и так нам пригодится, чтобы все это переплавить. Так, Фласочка, 10 железа у меня в кармане. Так, давай туда и тут. А где мой уголь? Погоди, куда мой уголь пропал? Куда твой уголь пропал? Ты у меня уголь спер, что ли? Да не пер я твой уголь. Да хуй, я тебе без 10, я тебя сломать не могу. Опачки, и половится теперь нашу железочка. Ага, только смотри, нам сразу нужно сделать еще тебе и мне ножницы. Ножницы? А, шерсть. Да, так что давай, нужно еще бы добыть. Что, погоди, у нас там ровно 10? Да. Нужно еще 2 минимум. Давай, побежали, сейчас я быстренько найду. О, с тобой паучок побежал. Ай, боюсь пауков. Так, у меня уже есть железо. А, помогите, там зомби. Там зомби, все, бежим обратно, у меня еще целый один кусочек есть. Балдежно. А, ну что, все, железка готова, забирай снизу. А, снизу мое, так, хорошо, я сразу делаю шо? Ножницы. О, ножницы это балдеж, может от них хватит? Ну, в принципе-то да, зачем нам еще больше? Тогда давай, все это забираем и возвращаемся на поверхность. Нам нужно с тобой найти овец. Подожди, у меня 8 железа. В смысле, ну, у меня 5. Все правильно. Ну, на еще 2. Спасибо. Все, погнали быстрее за овечками. Ух, это было весело. Да, нужно все равно овец еще найти. Это было легко. Лео, красавчик, аниме мальчик, я принес вам вот это. Господи, Фласка, ты такой же. О, овца, овца, быстрее сюда, быстрее сюда. Смотри, овца, быстрее, быстрее. Ну, не ты овца имею в виду, а там овца. Ты что, офигел? Да, вот если бы ты не пояснил, я бы и не понял. О, овца. Так, тихо, не строги ее, нам нужно ее сперва покрасить. Зачем я, если мы можем потом просто совместить? Потому что один краситель, и выйдет с нее где-то 2. Понял, экономия, ёшкин-то и кот. Точняк, тогда нужно найти краситель. Ой, я вижу еще овец и куча маков. Так, ну что, овечки, время покрасить волосы. Погнали, оба. Ускорить, что ты, ах, чтобы пожраться. Иди сюда быстрее, сейчас найдем, что пожрать. У меня есть 3 сырых картошки. Опа, сколько? Одна. Одна? Не повезло, давай, тут еще одна есть, давай. Сейчас, сейчас, я еще парочку маков доводу, чтобы точно хватило. И все, я готов, так. А ты слишком долго бежал, я уже ее обстригла, 2 выпало. 2? Так, у нас в сумме 3, а нам нужно каждому по 5. По 5? Так, хорошо, значит мне еще 3, а тебе еще 4, верно? Владочка, крашу, давай. У меня ровно 5. Так, значит мне еще 3 надо. А у тебя 2? Ну, давай, все, теперь 5. А у меня 2. Смотри, мы только 3 выебили с них. Да. Трэш, ладно. Ой, еще одна, давай, давай, крась. Крачу. Опачки, 3. Еще одна, она сразу отросла, давай. Такое бывает? Ну, она поела в этот момент, все, у меня 6. Все, можем сдавать квест. Так, давай, Дмитрий, здравствуйте, мы все сделаем. О, задание завершено, и он нам дал покушать. Погоди, и что, погоди, железный меч он нам дал, а зачем? О, железный меч, ну слушай, неплохо, то есть он железный меч дал и еду, и все. Все, броня готова, можете взять ее в бочке позади меня. Слушай, нифига себе, вот быстро, погоди, а что это бочка, вот это бочка? Фига себе, черная, модная, вампирская. Смотри, я теперь непобедимая, я чон снял, я это, это... Да ты че? Погромай мою броню. Че ты дерешься, господи, ты мне сама ее пополомала тут уже. Ты первый начал. Так, ладно, все, мы все ресурсы собрали, а что дальше-то? В смысле, что дальше? Наверное, нам нужно пообщаться с лево. Ого, а вы шустрые, теперь нам нужно зачистить деревню. Возьмите вампиров, которых я нашел и снарядил, благодаря вашим ресурсам. Взять вампиров и напасть на деревню? Верно, мы ведь хотим прогнать надоедливого Винца с поста главы деревни, который выгоняет всех, кто ему не угоден. Это че, нам выходит нужно... Мы че, сейчас будем этим полковаться, мы флоска искрежда. Походу, и смотри, нам задание новое дали, нужно уничтожить охотников на вампиров. Так, а ну-ка, вставайте мои воины, сейчас мы пойдем. Ну, жду. За что они так со мной, теперь я вампир? А, то есть он был человеком, слышишь? Так в смысле, они же и говорят, что это все обычные люди, которых выгнали из деревни, а за пределами деревни их покусали. А, привет, тебя тоже выгнали из деревни? Да, выгнали, вставайте мои воины. Мы пойдем в атаку, падок, погоди, мы ночью пойдем в атаку? Ну, конечно, мы ж типа с вампирами, а вампиры только ночью могут. Точно, так пацаны, собираемся и в бой. Так, воины наши пошли. А, а что за мной только один идет? В смысле, они за нами идут? Нет, ты, ты смотри, ты, они прямо тебя слушаются. Ну-ка, пацаны, пацаны, за орду. Да, за орду, да, вперед, во-о-о-о-о-о. Уф, ласки шиза, ну, пойдем, братан, мы с тобой вдвоем, походу. В смысле вдвоем, походу, просто, просто, понимаешь, просто из-за того, что, ну, как бы, я красивая, они такие, ладно, пойдем за красивую девочку, а ты так. Пацаны, нападатель. О, а мой что стоит? Они что-то не нападают. Вон, барабанка, 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 барабанка. Получай, о, пошла, пошла жара. Мой что-то вообще какой-то бесполезный, и что они могут сделать? Не обижай его, может быть, он уже ранен. Да когда успел? О, все, власка, у меня задание завершилось. В смысле, погоди, а ну-ка, не трогай, тогда этого я должна победить. Ну-ка, все, у меня тоже завершилось, но погоди, нам нужно полностью освободить всю деревню, прежде чем вампир ее займу, так что, скретчи, нам нужно пробежать по всей деревне. Ну, понял, принял, ты сегодня, это, капитан Фласка, получается. Так, а я тебе о чем говорю, капитан Джек Фласка. Какой Джек Фласка? Так, ну ладно, а, ты уже тут? Тогда я с тобой бегу. Я думал, ты там до сих пор сражаешься. О, железный нагрудник я спер. Молодец, железный нагрудник, так у нас же вампирское одеяние, оно же в разы круче. У меня же железный шлем вообще поверился. Ты что? Да я могу поделиться, что хочешь, нагрудник или шлем? Честно, пока что ничего не хочу, хочу побыстрее избавиться от этих охотников, которые слишком много велищие. Че-то я больше, если честно, охотников не вижу. Погоди, нам нужно самого главного, вон Винс, нам нужно разобраться с ним. У-у-у, походу они уже, давай, посмотрим, как они сражаются, либо, может поможем им? Да поможем, конечно, как тут не помочь? Тихо, подожди, погоди, мы что? Все, выиграли. Он что, такой простой был? Нам нужно позвать Лео. Так, ладно, погнали, и будем заселять эту деревню вампирами. О-о-о! Теперь здесь Лео, который, в отличие от тех жопушников, нормальный. По факту. И не выпендривается на нас. Ну че, вы-вы довольны нами? Квест совершился, походу, и он нам что-то говорит. Спасибо, что помогли нам, теперь эта деревня станет домом для тех, кого выгнал Винс. Мы можем остаться? Конечно, теперь вы одни из нас, если хотите, я могу помочь вам стать вампирами. Мы хотим стать вампирами. О, тогда я ухожу вас. Э, шучу. Я же говорил, что не пью кровь людей. Возьмите из сундука рядом со мной клыки вампира, а дальше, я думаю, вы и сами поймете, что делать. Хорошо. Скричи, ты выходишь на наш новый дом, и теперь мы с тобой станем вампирами. Вампирами? Так, клыки вампира, где он сказал, клы... О, клыки. А, кстати, у меня есть и так клыки, которые выпали с диких вампиров. Серьезно? А че ты мне не говорил об этом? Не знаю, он сказал. Кость! Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Все, таксикант с сангвинари вампирес. Теперь скоро станем вампирами. Походу, ребята, в следующей серии мы со Скричиком будем вампирочками. Ну, а если вам понравился выпуск, то обязательно влепите лайк. Ну и, конечно же, подписывайтесь на наши каналы. Ну, а с вами были Флазочка и Скрич. Всем удачи и пока-пока. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok